Несколько минут остается до начала праздничного концерта. Сколько было всего концертов за 28 лет, почное сказать никто не может. Первый концерт у нас состоялся в Доме творчества, город Москве. Там выступали духовые оркестры Московской области и Московского региона Москвы. И вот, как ни странно, мы в первом же концерте нас заметили и мы завоевали первое место. Я был инициатором создания этого духового оркестра, а идея, она лежит на поверхности. Ничто так не объединяет людей, как музыка, а тем более, когда звучит духовой оркестр. Звучит музыкальный эпиграф. Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда нигде не пропадет. На сцене заслуженный артист России Виктор Сухонос с признанием в любви к родине. Другого начала просто быть не могло. Страна в десятый раз отмечает государственный праздник – День народного единства. Виктор Сухонос когда-то стал первым солистом в духовом оркестре и первым получил звание заслуженного артиста России. Если говорить о составе оркестра, то многие музыканты – старожилы, в их числе Ахат Самадов. Еще недавно он был золотой трубой в оркестре прославленного Большого театра. Сегодня наставник военных музыкантов. За отцом в подмосковные вечера пришла очаровательная звонкоголосая Зарина. Теперь от любви звучит в ее песне «Ни уйти никуда». Зарина давно работает в Москве в музыкальном детском театре имени Натальи Сац. Не раз становилась призером различных конкурсов. И не раз восхищала зрителей в дуэтах с Виктором Сухоносом. Программа концерта состояла из любимых песен советских композиторов. Светлых, веселых, заводных, а если грустных, как у Ольги Знаменской, руководитель без промедления поднимал настроение, приглашая на танец. Есть у оркестра очень дорогая для одинцовцев традиция – играть для жителей по выходным на центральной площади танцевальные мелодии. Вечерами добрых встреч назвали эти флешмобы «Одинцовцы». Из всей яркой палитры концерта самым драматичным номером была Ария Женьки из оперы Молчанова «Жди меня» в исполнении Юлии Семака. Голос нашей примы способен прошибать до сердечной боли, особенно сейчас, когда Россия отмечает столетие великого поэта-фронтовика. Искрометная, пленительная Светлана Синюкова – победительница романсиады в Таллине. Два гран-при при фестивале «Одинцовские самоцветы». Жизнь оркестра – постоянные разъезды по всему району. Неслучайно супруги Насыровы стали авторами заводной, динамичной в дорожной песенке «Можайское шоссе». Еще одна солистка оркестра – Катерина Нефедова. Она приехала в Одинцово с дипломом Санкт-Петербургской консерватории и дипломом гран-при Международного фестиваля на Кипре. Репертуар у Катерины огромен, это хорошо знают «Одинцовцы». К каждому государственному празднику Катя готовит сольную программу. Очередной благотворительный концерт состоится 7 ноября. Закончился этот удивительно душевный концерт коллективным исполнением гимна Соловьева-Седова «Подмосковные вечера» и вручением роскошных букетов цветов от главы города Александра Гусева. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания «Одинцова». Ольга Знаменская